По заданию детектива Лукина помощники вели плотное наблюдение за Станиславом Зубовым. Они увидели, как Зубов направился в городской сквер и встретился там с неизвестным мужчиной. Слышь, профессор, меня это всё достало уже. Тебе хорошо, ты у себя на хане сидишь, а меня вообще с этим винты не ссапали. Я в тюлягу не желаю. Да дело верное. Ну теперь я тебе уже точно говорю. И вчера ты говорил, что верное. И сегодня днем. Где оно верное-то? Одного фраера уже покалечил, двоих чё-то контракт не довёл. А никакой кон твари у них нету. Надоело. И все другого дурака, я сваливаю. Подожди, пожалуйста. Давай последний раз. Я тебе ещё сверхобещанного накину. Сколько? Две тысячи. Пять. Да ты что? Да за такие деньги я кого угодно. Ничего. Ну подожди, ладно, чёрт это будет. Пять. Два куска сейчас. Загадок. А ты что, отчимил, что ли? Совести у тебя нет. А у тебя, значит, есть. Посылает бабку грабить. Сам про совесть вспоминает. Ладно, заткнись. На, держи. Куркуй. А ты это другой талинкор. Не боись, профессор. Всё сделаю в лучшей жизни. Только постараюсь, ради бога. Без крови. Вот это уж как получится. Ладно. Покеда. Да, Федор, что там у тебя? Игорь Петрович. Они расстались. Зубов остался сидеть на скамейке, а второй пошёл к выходу из сквера. Не упускайте его из виду. Хотя и так ясно, куда он отправился. Ага. А может, полицию вызвать? Пускай его здесь и возьмут. Нет, не стоит. Взять его нужно на месте преступления. Так что Александре Андреевне придётся пережить пару не очень приятных минут. А кто там? Я из сантехслужбы. Соседи снизу жалуются, что вы их заливаете. Надо ваш труп посмотреть. А документы есть у вас? Как же я вам их покажу, если дверь закрыта? Ой! Икона! Где икона? Давайте в комнату этого молодца. Думаю, ты понимаешь, во что вляпался. Это он. Он, гад, меня подбил. Кто он? Зубов, он здесь живёт, в этом подъезде. Он денег не дал, чтобы я эту икону достал. Значит так, если ты поможешь нам сейчас, это тебе зачтётся. Что делать-то надо? Давай, звони без глупостей. Да кто там? Выйди на пять сек. Разговор срочный есть. Ну, ты что? Тихо. Так в чём дело? Давай-то тихо. Что за произвол? Я не понимаю. Ладно, профессор, не дребыхайся, спали весьма. Значит, ты... ты меня предал. Дурак я, что ли, по твоим делам в одиночку отвечать. Ах, ты предатель. Тварь! Ладно, у нас будет время разобраться, кто из вас кто. Ну вот, Александра Андреевна, теперь-то можно чайку попить. Надеюсь, угостите? Ну, конечно, голубчик ты мой. Ну, как же не угости?